И со счетом 5-1 победила Руслан! 20 лет назад в результате неудачного прыжка в воду ударился головой об дно, сломал шею и началась другая жизнь, как бы организм полностью отключился, пришлось очень долго восстанавливаться в реабилитационном центре, я там находился 5 лет, фактически жил, как бы в жизни не видел никакого смысла, кроме как находиться в этом реабилитационном центре и постоянно заниматься, мне это просто нравилось. Но в этот реабилитационный центр приехала Елена Борисовна Белкина, это президент паралимпийского фехтования России, которая создала, по сути, наше паралимпийское фехтование, вот у нас, в нашей стране. Я не могу держать оружие, и мне его приматывают бинтами. И в сборной на тот момент еще не было таких спортсменов. Ну, через 3 минуты разговора она мне сказала, что ты нам подходишь. Сказала, давай попробуем стать чемпионами мира. Естественно, я загорелся, как-то так, я только вот ложку еще держать толком в руках не могу, а здесь мне предлагают фехтовать, еще и чемпионом мира стать. Ну, все это даром не прошло, через 3 месяца был первый этап Кубка мира мой. Там ребята приехали, кто уже по 5, по 10 лет фехтовал из других стран. Ну, так получилось, что я бронзовую медаль выиграл. Она до сих пор для меня моя золотая олимпийская медаль, потому что с нее все началось. Я понял, что если много трудиться и заниматься, то результат большой обязательно придет. В 2019 году был чемпионат мира в Южной Корее, мы туда поехали. И меня туда больше, наверное, повезли уже попрощаться со спортом, наверное. Так, на последние соревнования уже, как отфехтую, так отфехтую. Тренер со мной садится, начинает разговаривать, говорит, Коль, давай так, если ты какую-нибудь медаль ухватываешь, то мы дальше продолжаем заниматься. Если нет, со спортом ты заканчиваешь. Я говорю, хорошо, давайте. И так получается, что в полуфинале я встречаюсь с спортсменом, он просто очень сильный спортсмен, который в предыдущий день выиграл шпагу. Начинается бой, он начинает вести 4-0, в боях на вылет мы фехтуем до 15. И моя тренер в этот момент, она, все, мы уже на изготовке, готовимся фехтовать. Она говорит, Коля, сделай что-нибудь, встряхни руку. И я вот с этой позиции ухожу, как бы, ну, типа имитация встряхивания руки. Он тоже опускает трапиру, и в этот момент, может быть, он теряет кураж, может быть, я чего-то там тоже у меня перестраивается в голове. Но это начинается просто бойня, рубка, и мы до последнего укола идем наравне. И вот когда я наношу 15-й укол, там просто эмоции захлестывают, маска сваливается, я начинаю кричать, орать, тренеры подбегают обнимать. И вот эта победа в тот момент, ну, и на данный, на данный вот день, она такая одна из самых эмоциональных. Паралимпийское фехтование – это олимпийский вид. У нас три категории – А, Б и С. У меня категория С. И в нашей категории, к сожалению, нет девушек. А олимпийские игры – это, в первую очередь, толерантность. То есть, если есть мальчики, спорт для мальчиков, то там в этом спорте должны быть девочки. Ну, у нас есть чемпионаты Европы, чемпионаты мира, и, в принципе, для нас это те же самые паралимпийские игры. Там надо готовиться, очень серьезная конкуренция. У нас есть соревнования, в которых мы можем участвовать. Это самое главное. А тебе мы пожелаем удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо за субтитры.